Здравствуйте! В эфире новости. С вами Ботогост Дандыбаева, сурдоперевод Джангуй Жунусова. Для начала, коротко о главном. Выбран логотип области Абай. Специально созданная комиссия подвела итоги конкурса. Объявлен конкурс среди мусоровывозящих компаний города. Также до конца года вопрос общественного транспорта будет решен. Из-за погодных условий на дорогах Семея появился лед. В автомастерских образовалась длинная очередь. В начале сентября Акимата объявил конкурс на лучший логотип области. Экспертная комиссия подвела итоги конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе областного Акимата. В состав комиссии вошли представители общественности, СМИ и Союза художников Казахстана. Всего поступило 47 работы от 28 авторов. По результатам голосования, работа рекламного агентства Семей Куркем признана лучшей. Современный логотип имеет стильные геометрические линии. Акцент сделан на знаниях и культурном просвещении с использованием атрибутики письма. Одна из задач – показать родину Великого Абая с точки зрения культуры просвещения. Уникальная цветовая гамма взята из природного ландшафта области. Второе и третье места заняли компания «Артекс» и житель города Шалкар Аканов. Буквы «А» и «О» в варианте компании «Артекс» обозначают аббревиатуру области Абай. В работе Аканова изображена духовная столица страны, город Семей и архитектурная жемчужина области, подвесной мост. Комиссия изучила все работы с точки зрения эстетического и идейного содержания. Комитет по доходам решил по-новому определить лиц, которые незаконно сдают квартиры в аренду. Сейчас разработан межведомственный план по выявлению физических лиц, сдающих квартиры в аренду без уплаты налогов в бюджет. Теперь участковые инспекторы составляют список незаконных арендаторов жилья. По окончаниям контроля гражданам выдается предупреждение. В случае невыполнения требований они могут быть привлечены к ответственности. Ранее за такое преступление гражданам был наложен штраф на общую сумму 7 миллионов тенге. Среди нарушителей арендаторы зданий и таксисты. Штраф за незаконный бизнес начинается от 45 тысяч тенге. За повторное нарушение платят уже 76 тысяч тенге. Объявлен конкурс среди мусоровывозящих компаний города. Теперь они будут работать в 11 секторах и согласно трехстороннему договору. Также до конца года планируется ввести в эксплуатацию 30 пассажирских автобусов для перевозок. Об этом было сказано на встрече главы города Нурбола Нурсагатова с членами общественного совета. Подробнее в сюжете. Аким города Нурбол Нурсагата встретился с членами вновь сформированного общественного совета. На совещании был обсужден ряд актуальных вопросов, в том числе проблема мусора, который часто обсуждается многими. Члены совета, обеспокоенные загрязнением города, обратились к Акиму с просьбой решить этот вопрос. В учреждениях будет более 300 автомобилей. В настоящее время их можно сочетать по пальцам. Потом говорят, что не успели, не сделали. Это неправильно. Но если не прийти к какому-то быстрому решению, то можно наблюдать за тем, как районы заполняют мусор. Приходите в район Мирного. Я покажу вам, как и куда народ выкидывает мусор. В свою очередь глава города заверил, что знаком с этим вопросом. По его словам, предпринимаются все необходимые меры по регулированию работы по вывозу твердых бытовых отходов. Также Нурбол Нурсагатов отметил, что сейчас в этих учреждениях отсутствуют технические средства. Всего по городу требуется 2000 контейнеров. А до декабря будет объявлен конкурс на получение 500 контейнеров. Мы разделили город на 11 секторов. А затем разделили центр, водный и восход. Мы объявили конкурс. Вот мы уже утвердили и отправили соответствующие документы в конкурсную комиссию. Но были недоработки, и сейчас мы снова начинаем конкурс. Но до декабря у 11 учреждений будет трехсторонний договор с Акиматом. Также в ходе совещания были обсуждены вопросы общественного транспорта. Из-за графика движения и преждевременного схода с линии автобусов жителям трудно передвигаться по городу. У нас проблема. Люди утром не могут приехать во время на работу. Вечером не могут уехать во время на работу. Декабря не исполняется. Мы неоднократно, мои службы, мои любые подразделения писали письма. У нас постоянная отписка, что будем принимать меры. Так что ездят. Но пока что автобусы не ходят. В пол седьмого уже прекращается движение. Люди не могут уехать на работу. При этом Аким города Нурбол Нурсагатов отметил, что основной проблемой общественного транспорта является нехватка автобусов. Для частичного решения вопроса до конца года планируется взять еще 30 новых автобусов. Причина в том, что в первую очередь нету достаточного количества подвижного состава. Мы хоть час что будем делать, хоть штрафовать будем, хоть говорить о том, что, конечно, наши претензионные работы ведутся на сегодняшний день. Но пока мы не увеличим количество подвижного состава, у нас ситуация не изменится. Также члены совета выразили обеспокоенность состоянием парков нашего города. В частности, центральный парк находится в плачевном состоянии, причем с момента окончания его капитального ремонта. Главу города попросили взять этот вопрос на контроль. Практически испортили парк. Ваши посещения постарались бы вот это сделать. То, что сделали с центральным парком города семьи, это просто было на другачество. Других слов нет. Аким города Нурбул Нурсагатов отметил, что сейчас ведутся работы по благоустройству парка. Я хорошо знаю проблему этого парка. Я смотрел этот парк уже 4-5 раз. Я ознакомился с ситуацией. Я обошел все бизнес-объекты рядом. Объехал все соответствующие отделы и дал поручение привести все в порядок. Во-вторых, оказалось, что есть некоторые недоработки. То, что надо почистить, почистили. То, что нужно покрасить, покрасили. Кроме того, были высказаны предложения о том, что на аллеях есть проблемы с освещением. Одна из них – аллея «Путь Абая», расположенная на левом берегу города. У нас есть в городе хорошая аллея, аллея Абая. Нечетная сторона, она без освещения. Слово «Абай», вы сами знаете, значит, что мы будем иметь имя. На сегодняшний день. И вообще, хотелось бы, чтобы эта аллея была действительно аллеей. Район именно, начиная аллеей, кончая с мясокомбината, эта улица Краснознаменная, она вообще без освещения в данный момент. И уже сколько лет Акимы приходят, уходят, а она, как аппендицит, остается без освещения. Глава города отметил, что поднятый вопрос не останется без внимания. В соответствии с планом будут проведены работы по освещению и благоустройству города. Как это же анализ сроком? Сейчас мы проводим анализ. Теперь нам нужно увеличить 7 тысяч светоточек в 5 раз, чтобы осветить весь город семей. Давайте перейдем к проблеме парка. Вы правильно говорите. Вместе мы рассмотрим другие вопросы благоустройства. В завершении совещания Аким города остановился на работе, которая будет проводиться в Семее в текущем году и пригласил членов совета к совместной работе. Очередная встреча членов городского совета и главы города запланирована на декабрь. Батагоз Дандыбаева, Шуглас Лутан Махмудова, телеканал Семей. Вдоль автомобильных дорог республиканского значения во время метелей создаются условия для безопасного проезда пассажиров к месту назначения. В стране отремонтировано и введено в эксплуатацию 125 отопительных станций, чтобы избежать замерзания пассажиров, пока дороги не очистят от снега. Пункты обогрева оборудованы специальными койками, столовой и санузлами. К сожалению, с года в год, несмотря на штормовые предупреждения ограничения на проезд, количество выезжающих на дорогу не уменьшается. А большая их часть в зимний период застревает в сугробах. Только прошлой зимой силами дорожников из снега вытащили 720 автомобилей. Из них около 400 доставлены в теплые боксы. 2000 человек размещены на постах отопления. В Семей в связи с резким похолоданием начался гололед. Это один из самых опасных периодов, во время которого происходит немало происшествий как на дорогах, так и на тротуарах. Температура воздуха с каждым днем становится ниже, а сегодня и вовсе выпал снег. Это означает, что на проезжей части и тротуарах города образуется гололед. В этот период пешеходы получают травмы, а водители совершают дорожно-транспортные происшествия. Поэтому управление по чрезвычайным ситуациям города Семей выступило с обращением. По данным КАЗ Гидромета, 27 октября с 21.00 часов до 21.00 часов 28 октября на западе и севере области Абай прогнозируется туман, гололед. В этой связи призываем воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила безопасности на дорогах. Сегодня в городе Семей на дорогах и улицах появляются первые признаки гололеда. Мы просим жителей и гостей города, находясь на улице и в городе, соблюдать технику безопасности и правила дорожного движения. Многие водители нашего города не готовы к такому развитию событий и еще не сменили летнюю резину на зимнюю. Гололед на новом мосту сегодня был. Надо в свое время одеть зимнюю резину. Я считаю не ждать до самого декабря, а пораньше одеть. Я вот собираюсь уже в эти выходные одеть. На следующей неделе уже там и дожди, и минусовая температура, а гололед в любом случае будет. Надо быть внимательнее, самое главное это ответственным. Лучше всего сохранять дистанцию и скоростной режим. Это самое главное. Нужно беречь себя, быть осторожным, менять шины, следить за машиной. Стоит отметить, что гололед является причиной частого обращения горожан в трамп-пункт, а для водителей причиной неприятных ситуаций на дорогах города. Поэтому просим горожан быть готовыми и максимально внимательными. Ярослав Дюсимбеков, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. В Семей выпал первый снег, с изи с чем местами в городе наблюдается гололед. Поэтому водители поспешили менять летнюю резину на зимнюю. В шиномонтажных образовались большие очереди. Подробнее в сюжете. Температура воздуха начинает падать с каждым днем. Сегодня даже выпал снег, и местами в городе наблюдался гололед. А это значит, что водители поспешили заменить летнюю резину на зимнюю. В шиномонтажных мастерских образовался ажиотаж. Потому что выпал снег, на улице минусовая температура, на мосту на новом постоянно гололед. Да, еще потому что первый снег, он все равно растает. Мнения водителей разделились. Одни считают, что менять колеса нужно как можно раньше, наблюдая за сменой погоды. Другие же, напротив, считают, что можно не торопиться и еще есть время поездить на летней резине. Сезон начинается осенний. Снег первый, снег выпал. Люди стараются как бы обезопасить себя на дорогах. В срочном не обязательно, потому что первый снег только выпал. Сейчас больше ажиотаж создадут, поэтому потихоньку, помаленьку надо постепенно стараться. Мастера шиномонтажных мастерских твердят, что многие водители начали менять колеса еще до начала гололеда. Но настоящий ажиотаж начался сегодня. Сегодня как бы первый день, ажиотаж с утра вот с 8, короче, и с 100 до 12, да. Липучку можно одевать, шипы уже люди одевают, да. Посетителей намного больше стало? Да. Как бы конец октября, начало ноября всегда так ажиотаж. Работает как теперь тяжело с таким ажиотажем? Нет, опыт-то большой, уже 12 лет в шинке. По словам водителей, цены на услуги в шиномонтажных везде разные. Если в одном месте они остались прежними, то в другом чуть повысились. Ажиотаж везде, вот мы сегодня на левом берегу были, в двух шиномонтажке, везде очереди. А в связи с чем навлезать такой ажиотаж? Ну, гололед начался, похолодание, зима, близко. В городе гололед уже есть, а навлезался? Ну да, вчера я ехал, уже был гололед на мосту. Цены вот, ну где как, по-разному. Где большая очередь, там дорого. А где поменьше, вот там не сильно дорого, например. Ну, по-разному, но все равно цены поднялись, по-любому, по сравнению с летом. Водителям города можно не впадать в панику, так как еще есть время для подготовки автомобилей к зимнему сезону на дорогах. Но в ближайшее время этот процесс желательно завершить, так как гололед может начаться уже во всем городе. В этой связи департамент полиции области Абай просит всех участников дорожного движения при выезде на загородные трассы строго соблюдать правила дорожного движения, убедиться в техническом состоянии вашего транспортного средства, заменить летне-сезонную резину. Ярослав Дюсимбеков, Адильжам Бесингазинов, Телеканал Семей. В конце сентября в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий канал Ниман выявлен факт незаконного хранения наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области Абай. В поле зрения сотрудников полиции попал 50-летний житель села Орловка. Во время обыска его бани на бельевой веревке был обнаружен куст растительного происхождения зеленого цвета. Судебно-химическая экспертиза показала, что вещество является марихуаной высушенной. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Государственной историко-культурном и литературном мемориальном музее-заповеднике имени Абая Жидибай-Бурели открылась выставка воспоминаний об Абайе. На выставке представлены рукописные воспоминания людей, которые знакомы с жизнью Абая. Сборники дают много информации о жизни и творчестве великого поэта. Подробнее в сюжете. На выставке представлены ценные рукописи и данные, хранящиеся в фондах музея Абая. А в сборнике воспоминаний об Абая собраны памятные рассказы сына великого поэта Турагула и его учеников. В воспоминаниях интересно рассказывается о поэтическом искусстве и умениях Абая, особенностях его поведения, взаимоотношений с окружением. В ходе мероприятия книгу распространили в библиотеке города и университеты. Воспоминания, собранные со дня основания нашего музея, еще в 1940 году, являются сегодня источником ценных данных. Большая часть сферы Абайтану состоит из воспоминаний, потому что через воспоминания мы узнаем о жизни великого поэта, о том, в какой период появились его стихи. Именно поэтому на выставке мы представили памятные вещи, хранящиеся в фондах музея. Это делается не для того, чтобы была хоть какая-то выставка, а для того, чтобы посетители смогли это увидеть. Материалы, вошедшие в сборник, собраны из рукописей, хранящихся в золотом фонде Государственного музея-заповедника Абая. В мероприятии приняли участие библиотекари, учителя, студенты, представители интеллигенции и потомки людей, написавших бесценные мемуары, а также Балатбек Нургалиулы, спонсировавший выпуск сборника. Мы многому научились, читая роман «Путь Абая», получили большое духовное богатство, думали, как этот человек, хотели быть похожими на этого человека. Это жизнь. Благодаря этой книге жизнь стала прекрасней. Мы видели его с детства, а когда взрослеешь, смотришь на это по-другому. Среди этих воспоминаний есть Архам Искакула, Ниязбек и другие Ахсакалы. Все эти воспоминания не соответствовали идеологии того времени. Поэтому, честно говоря, есть много вещей, о которых нужно говорить и писать. Сборник воспоминаний об Абая является ценным достоянием не только абаеведов и преподавателей со студентами-филологами, но и читателей в целом. Напомним, выставку открыли в музее Абая. Она продлится месяц. В Семее состоялась девятое открытое первенство города по военно-спортивному многоборью на Кубок памяти 19-кратного чемпиона СССР по хоккею на траве, обладателю Кубка европейских чемпионов, заслуженного мастера спорта Мурата Жиксимбекова. В соревнованиях по пяти видам военно-прикладных дисциплин участвовало 19 команд. Главная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодежи и пропаганда здорового образа жизни. Мурат Жиксимбеков – легенда советского хоккея на траве. Он является одним из выдающихся хоккеистов в истории казахстанского спорта. За свою спортивную карьеру он 19 раз становился чемпионом Советского Союза и был двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Мурат Жиксимбеков также был признанным рекордсменом по числу завоеванных золотых медалей. Сегодня память о выдающемся спортсмене бережно хранится в учебном заведении, которое он окончил по специальности электромонтажник. Здесь в музее колледжа открыт уголок Мурата Жиксимбекова, в котором представлены его клюшка, документы и грамоты. Проводимый турнир в честь памяти легендарного хоккеиста является ярким подтверждением преемственности поколений. Мы думаем, что патриотическое воспитание молодежи, правильность ее сознания будет развиваться благодаря таким соревнованиям. Мы надеемся, что следующий год проведем в еще большем масштабе. Ведь в следующем году будет юбилейный 10-й год, поэтому проведем на высоком уровне. В ходе первенства по пяти видам военно-прикладных дисциплин ребята соревновались в скоростной разборке и сборке автомата, в снаряжении магазина, пулевой стрельбе, подтягивании и отжимании, а также в поднятии гири. Отметим, что практически во всех видах молодые ребята продемонстрировали хорошие навыки. Их подготовка и истребление к победе была заметна. Молодежь относится к этому нормально, поэтому с энтузиазмом. Даже вот сейчас видите, что у всех какой-то загар, такой задор, чтобы желание победить. Ну, победят сильнейшие. Кстати, с каждым годом увеличиваются результаты. То есть, если раньше были побеждены, что подтягивание на перекладывание было где-то раз в 15-17, то сейчас свыше 30, вот так вот раз, это призовые места выходят. Ну, отзывание там уходит уже даже свыше 100 раз. Всего в соревновании приняло участие 19 команд из области Абай. В каждой команде по 5 человек. Надо отметить, что количество участников увеличивается с каждым годом. По их словам, такие мероприятия позволят повысить спортивное мастерство и отточить навыки. Что касается соревнований, то все проходит на очень высоком уровне. Все участники областных соревнований, которые пришли в девятый раз, хотят занять первое место. Все чувствуют себя хорошо. Кроме того, благодаря этому соревнованию мы проявляем патриотические чувства. Также в мероприятии приняла участие сестра Мурата Джексимбекова, Шолпан Джексимбекова, ветеран телеканала «Семей». Она поблагодарила организаторов за подготовку и проведение мероприятия. По итогам военно-спортивного многоборья первое общекомандное место завоевали спортсмены колледжа транспорта. Второе место занял электротехнический колледж, а третье – технический колледж. Все победители и призеры были награждены кубками и грамотами. На сегодня это все новости. С вами была Бутагость Дандыбаева, сурдоперевод Жангуль Жунысова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова